Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Вассоевич рады вновь приветствовать вас на волнах Радио Петербург. По установившейся традиции, во второй половине августа Петербургский исторический клуб записывает радиопередачи, посвященные крупнейшей геополитической катастрофе XX века. Как назвал президент Российской Федерации гибель Союза Советских Социалистических Республик. И сегодня у нас в студии доктор философских наук и кандидат экономических наук Михаил Васильевич Попов и хорошо известный сотням тысяч, если не миллионам, наших телезрителей и радиослушателей. Николай Викторович Стариков – политический публицист, автор десятков книг, посвященных отечественной истории и, главное, экономист по базовому образованию. Итак, я рад приветствовать вас, Михаил Васильевич. Взаимно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это был голос Николая Викторовича Старикова. Тема, которую я бы хотел сегодня предложить для дискуссии, болезненная. Насколько СССР приблизился к своему социальному идеалу. Ведь не будем скрывать той правды, что план создания социалистического государства разрабатывался мощными интеллектуалами. Но человек предполагает, а Бог располагает. Нам, людям, родившимся в СССР, конечно, иной раз кажется, что тут без дьявольских, демонических сил не обошлось. Но и дьявольские, сатанинские силы действуют по Божьему попущению. Что думает по этому поводу Михаил Васильевич Попов? Такая постановка вопроса, насколько Советский Союз соответствовал идеалу, она, по-моему, далека от действительно такой глубокой постановки вопроса. Потому что это, во-первых, социализм, который был построен в середине 30-х годов. Социализм никак не может близко соответствовать идеалу, потому что это такой коммунизм, по определению Маркса, который во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, несёт отпечаток того строя, из которого он вышел. И если вот говорить на том языке, который вы употребили, в порядке, так сказать, сравнения, что дьявольщина, есть ли тут она при социализме, она окружает нас кругом. Причём она окружает не где-то так извне, а можно сказать, что самые большие победы или самые высокие личности, которые, казалось бы, преданно служили, могут изменить тем идеалам, о которых они говорили. И если люди на это закрывают глаза или предполагают, что такого не может быть, они оказываются совсем не в том положении, которое намечали. Михаил Васильевич, мне очень нравится Ваша позиция, потому что здесь, в Санкт-Петербургском доме радио, я неоднократно беседовал с нашим выдающимся историком, доктором исторических наук Александром Владимировичем Островским, которого мы избрали даже почётным членом Петербургского исторического клуба. И, по сути дела, Александр Владимирович Островский отрицал победу социализма в Советском Союзе. Надо сказать, что весьма близок к нему и Игорь Яковлевич Фраянов, выдающийся историк, который прославился героическим поступком. Он ещё при живом царствующем Борисе Николаевиче Ельцине опубликовал книгу «Погружение в бездну», где впервые описал многие причины крушения Союза Советских Социалистических Республик. И, тем не менее, и Игорь Яковлевич однажды в газете «Новый Петербург» опубликовал статью под названием «Мы никогда не жили при социализме». Ну а многогрешный председатель Петербургского исторического клуба всегда стоял на той точке зрения, что если то социалистическое общество, в котором мы прожили изрядное количество лет, и не соответствовало к нижним идеалам, то вовсе не надо это общество переименовывать. Такова моя позиция. Но теперь хотелось бы услышать просвещённое мнение Николая Викторовича Старикова. Он подведёт итоги дискуссии. Ну, наверное, итоги ещё рано подводить. Я хотел сказать, что мне очень нравится постановка вопроса такая, потому что она даёт возможности порассуждать, пофилософствовать и вспомнить нашу историю, что всегда полезно не только для нас, но и для наших уважаемых радиослушателей. Если говорить об идеале социализма, не коммунизма, а социализма, то, наверное, он действительно был очень разный за те семь десятилетий, которые судьба и история отвела Советскому Союзу. Мне кажется, что первоначально, что такое социализм, люди представляли себе очень-очень смутно. В том числе и те, кто вёл победивший пролетариат и крестьянство к этому самому социализму. Сначала он очень напоминал коммунизм, отмена денег, отмена коммунальных платежей. Через некоторое время появился социализм с ленинской спецификой. Это я уже так иронизирую над сегодняшней китайской формулировкой, где у них социализм с китайской спецификой. Я имею в виду НЭП, который, конечно, на мой взгляд, никаким образом социалистическим идеалом не соответствовал. Но некоторое время вполне себе считался социалистическим. Дальше была Великая Сталинская эпоха, где идеалы жертвования собой, строительства, движения куда-то вперёд, безусловно, были абсолютно социалистическими. И тому свидетельство слова самого Иосифа Сырёновича о том, что к середине 30-х годов социализм в целом в Советском Союзе был построен. И после этого была принята знаменитая Сталинская Конституция. Хрущёвский социализм – это уже нечто другое. В него вкрапляются элементы потребления. Так давайте услышим об этих элементах потребления из уст самого Никиты Сергеевича Хрущёва. Лучшая жизнь – это материальные и духовные блага для человека. Поэтому только лишь лучшую жизнь, то, что мы, коммунисты, называем коммунистическим обществом, мы можем трудом своим создать. Так давайте, товарищи, всё сделаем, чтобы сегодняшнее наше хорошо, чтобы завтрашнее ещё было лучше, чтобы верным шагом, уверенной поступью, двигаться самим, вести за собой, товарищи, чтобы вся партия, весь народ под руководством нашей партии, под знаменем Ленина, уверенно двигались в строительстве коммунизма, в победе коммунизма. Но самое главное, за вот этот долгий по человеческим меркам, но не долгий по историческим меркам путь, мне кажется, в Советском Союзе потеряли цель, потеряли смысл, потеряли направление. И отсюда в партии выросли такие сорняки, как Михаил Сергеевич Горбачёв и его команда, ну а следом сорняки помощнее в виде Бориса Николаевича Ельцина. Ведь если бы каждый коммунист, каждый советский гражданин видел смысл своего существования не только в твёрдокопчённой колбасе или в джинсах и пресловутой жвачке, а в служении, движении куда-то вперёд, возможно, Борис Николаевич Ельцин готов был бы грудью закрывать амбразуру, а Михаил Сергеевич Горбачёв готов был бы за штурвалом комбайна отстаивать социалистические интересы. Таким образом, мой тезис таков. Идеал не был построен, во-первых, потому что он менялся, во-вторых, потому что он идеал, но самое главное, потому что была потеряна цель. Николай Викторович, я со многим согласен, но если бы Ельцин Горбачёва не сверг, воспользовавшись событиями августовского путча, которые позволили ему реально переключить власть на себя, то судьба нашей страны была бы ещё более ужасной, потому что Горбачёв нашинковал бы не только Советский Союз на суверенные государства, он сделал бы то же самое с Российской Федерацией, потому что предполагал не только уничтожение федеративного устройства, но и искоренение советской социалистической составляющей. Ельцин, прекрасно понимая, куда идёт дело, решил оторвать себе кусок пожирнее в виде гигантского государства и с этой целью, как настоящий портократ, решил предложить Вашингтонскому обкому встречный план. Он вместе с Кравчуком и Шушкевичем распускают Советский Союз, но при этом сами они себе берут Россию, Украину, Белоруссию в качестве княжеств. Да, те, кто называют Беловежские соглашения преступными, конечно, правы, но если бы Горбачёву удалось довести своё дело до конца, то, боюсь, никаких надежд на возрождение исторической России уже не было бы. Критика принимается, Андрей Леонидович, я бы сказал так, оба хуже. Великолепная формулировка, потому что существует историческое предание о том, что когда у Сталина спрашивали, какой из уклонов в КПБ хуже, правый или левый, он отвечал будто бы так, как сказал сейчас Николай Викторович Стариков, оба хуже. А когда спрашивали, какой опаснее, он говорил опаснее, тот, с которым перестаёшь бороться. Но я хотел бы выслушать позицию Михаила Васильевича Попова. Ну, я бы с позицией оба хуже согласился бы, только сказал бы, двойная тяга. Они не в разные стороны тянули, они тянули в одну сторону всё время, потому что это предатели рабочего класса, предатели социализма, предатели коммунизма. Это беспринципные деляги. Горбачёв более хитрый, а Ельцин как некое бревно, которое выполнял такие особо важные разрушительные задачи. КПСС разрушал Горбачёв, а запретил её Ельцин, когда она была не в состоянии сопротивляться. Теперь Ельцин проголосовал и организовал голосование 12 июня 1990 года за суверенитет российских законов на территории России, за преимущество, приоритет законов над законами Союза. Поэтому Союз был уничтожен группой Ельцина, в которую входил и, между прочим, и Зюганов, поскольку вся фракция КП РФ проголосовала за это самое решение. Поэтому с этого момента уже Советского Союза не было. А дальше? Дальше Горбачёв замазывал этот факт, и он организовал этот референдум 1991 года, который изображал, что якобы народу дали высказаться и предложили ему проголосовать за то, что Советский Союз превращается в союз суверенных государств. Как известно, и Конституцию готовил Горбачёв, ССГ. А что такое союз суверенных государств? Это союз разделённых государств, отдельных. У нас есть вот СНГ. Поэтому это голосование, на котором народ обманули, люди говорят, до сих пор некоторые, и трудно их переубедить. Если говорить, мы голосовали за Советский Союз, вы не за Советский Союз голосовали. Вы голосовали за превращение Советского Союза в обновлённое государство, как союз суверенных государств. Вот как СНГ у нас есть, в Таврическом дворце сидят представители стран СНГ. Какое это значение иметь? Никакого. Никакого единства тут нет, никакого решения нет, а господствует польский известный принцип «непозволям». Если одно государство не согласно, то оно и не делает. Поэтому это враги социализма, враги трудящихся, враги Советского Союза и враги России. И не то, чтобы один с другим воевал, они двойной тягой вели это дело. И я хочу сказать, вот когда здесь Николай Виткович сказал, что вот эти люди поставили потребительство, они поставили просто для себя, они поставили программу партии, потому что, как известно, начиная с первого съезда и в течение второго съезда, на втором съезде была одна цель социализма, сформулирована цель социалистического производства, обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития людей, развития людей, развития общества, развития всего. Это где была поставлена эта цель? Первая программа партии на втором съезде, и вторая программа партии буквально всё это дело воспроизвела на восьмом съезде в девятнадцатом году. И вот на 22-м съезде в докладе Хрущёва проголосовала другая формулировка, цель всё более полного удовлетворения растущих материальных потребностей советских людей. У вас потребность в театр пойти, у вас в филармонию, а у некоторых напиться, накуриться. И свиной хрящик. И всё более. Так можно сказать, что это и есть дата потери цели и ориентира? Да, это не потеря цели, это подмена цели. Подмена, совершенно верно. Замена её. Если бы она потеря, это вот люди шли и потеряли. Ну, в каком-то смысле я согласен, что те, кто доверяли Хрущёву, те потеряли, потому что они сами своей головой не думали и сами не проверяли, они этого не знали. Но на самом деле это, конечно, подмена и подмена сознательная, умышленная, поэтому это преступники. Коль дело дошло до таких страшных формулировок, то я тоже сознаюсь кое в чём, дорогие коллеги. Наши постоянные радиослушатели, конечно же, помнят, что Андрей Леонидович, завершая очередной выпуск Петербургского исторического клуба, некоторое время тому назад представлялся руководитель Санкт-Петербургского регионального центра Российского института стратегических исследований. И я хорошо помню 2010 год, когда в резиденции полномочного представителя президента Российской Федерации состоялась презентация Петербургского центра России. Конечно, я как руководитель центра чувствовал себя именинником. Приехали высокие начальники из Москвы, и, естественно, меня окружили тележурналисты, в том числе небезызвестные господа Литов и Муратов, которые вели телепередачу «Два против одного». И я как-то окрылённый открытием Санкт-Петербургского центра РИСИ, а РИСИ, между нами говоря, являлась структурным подразделением администрации президента. И я шесть лет носил в кармане такую симпатичную кожаную книжечку, где на одной стороне была написана «Администрация президента Российской Федерации», а на другой половине – «Российский институт стратегических исследований». И вот я, окрылённый успехом, открытием центра, возьми и скажи Литову и Муратову… Самую страшную правду о внешней политике? Есть такая вот какая-нибудь, ух, правдища? Есть. Самая страшная правда заключается в том, что высшие партийные руководители Советского Союза предали всех своих союзников в странах Восточной Европы, что верные нам политические режимы и в Болгарии, и в Германской Демократической Республике, и в других странах Варшавского договора были свергнуты с помощью наших усилий, усилий Горбачёвского политического руководства. А далее мы с Литовым и Муратовым договорились до того, что важнейшая задача, стоящая перед нашей страной – организация кронштадтского процесса, по аналогии с Нюрнбергским, над Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, главным виновником крупнейшей геополитической катастрофы XX века. Проходит некоторое время, передача уже вышла в эфир, и вдруг я узнаю, что Михаила Сергеевича Горбачёва награждают орденом. Ну, наградил, вы знаете, Дмитрий Анатольевич Медведев. И, конечно, мне тут небо показалось в овчинку, я подумал, и месяца не прошло со времени презентации Санкт-Петербургского регионального центра РИСИ, а мне уже надо будет паковать вещи и съезжать со своей должности. Но какое чудо! Оказывается, смелого пуля боится, смелого штык не берёт. И я после этого ещё целую пятилетку был руководителем регионального информационно-аналитического центра РИСИ. Какой я делаю из этого вывод? Что, очевидно, и на самом верху у нас есть люди, которые прекрасно понимают, какого рода преступление было совершено в 1991-м, в 1992-м годах? Ну, я со своей стороны хотел бы добавить, что мы с коллегами по общественной организации «Профсоюз граждан России» в своё время пытались инициировать судебное преследование Михаила Сергеевича Горбачёва. Мы прошли все инстанции. Юридическая логика была такова. В 1991-м году на непокойный, к сожалению, Виктор Илюхин возбудил уголовное дело против Горбачёва по факту измены. Это уголовное дело существовало один день, после чего оно было закрыто, а он уволен из органов прокуратуры. Так вот, мы требовали возобновить это уголовное дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Мы прошли все судебные инстанции нашей страны. И нам было отказано в возбуждении этого дела по каким-то формальным красивым предлогам. Но мы с вами должны понимать, что сегодня уголовное дело против Горбачёва, к сожалению, невозможно в нынешней России. Потому что тогда придётся задать себе очень много вопросов и дать на них те ответы, для которых время ещё не пришло. Или не пришли ещё люди, которые готовы будут дать на них честные и правдивые ответы. Поэтому Михаил Сергеевич Горбачёв, увы, будет подвергнут суду неземному. На земле он не ответит за то, что совершил с нашей страной. Я думаю, земному суду он будет подвержен. Его признают изменником Родины. От истории скрыться невозможно. И тем выше мы поставим Виктора Илюхина, который, будучи зам генерального прокурора, всё-таки завёл уголовное дело. И оно есть в исторической памяти. И никуда оно не делось. Мне кажется, мы не должны искать эти идеалы где-то в замыслах отдельных людей. А мы должны искать идеалы в самой жизни. А ещё глубже, если брать, вообще говоря, в экономике. Я тоже немножко экономист, я кандидат экономических наук и профессор по кафедре экономики. Право такое у меня учёное звание. И я думаю, что всем известно, что для того, чтобы понять корни любых общественных явлений, надо обращаться к экономике. Но, тем не менее, Михаил Васильевич, вы ещё и доктор философских наук. Я правильно формулирую. Это правильно. Глядя на современную экономику, невозможно не быть философом. Да-да-да. И невозможно быть верующим. Не быть верующим. Не быть верующим. Так вот, я хочу сказать, что идеал коммунизма, идеал социализма в экономике, он в интересах рабочего класса, который свою задачу при социализме не решает. Он решает свою задачу, когда он полностью уничтожит классы. И когда вот эта цель – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества – развернётся таким образом, чтобы все имели возможности для своего полного и свободного развития. А мы от этого и раньше были далеко, и при социализме любая страна от этого далеко стоит. И поэтому рано, так сказать, торжествовать или тем более такие вещи говорить, как говорил Хрущёв, что социализм победил полностью и окончательно. Ну, вот здесь сидят люди серьёзные, и все понимают, что ничего в истории окончательно не бывает, как вы заехали, так можете съехать назад. И вот именно те люди, которые говорят, что всё, мы уже забрались на самую вершину, мы уже не упадём, они сами падают и других роняют. Самые страшные поражения несут армии те, которые демобилизуются раньше времени, те, которые говорят, всё, ура, мы победили. Как можно победить, когда при социализме, наряду с коммунистическим идеалом, который коренится прямо в интересах рабочего класса, в положении рабочего класса, рядом с этим имеется, между прочим, мелкобружазность со стороны, то есть стремление побольше получить и поменьше дать обществу. Классовая борьба, опять-таки, Хрущёв объявил, что она прекратилась, она не прекращается. И вот мне приходилось выступать в Доме политпросвещения как раз вот в самые вот эти годы, когда вот это разрушение было, я спрашивал, ну, хорошо, скажем, вот противоположных классов нет, а вот борьба со стремлением дать обществу поменьше и похуже, а взять у него побольше и получше. Борьба с мелкобружазностью классовой или не классовой? Я говорю, что не было ни одной аудитории, которая бы ответила, что нет, не классовой. Классовая, конечно, но надо понимать, что это вот особая классовая борьба, она идёт и в каждом человеке. Каждый человек вот шёл, шёл, стоял, стоял, а потом раз и предал, и у него другой интерес победил. Я вспоминаю известную такую фразу Ленина про Жюля Геда. Он говорил о том, что во французской партии есть ЖРЭС, это, так сказать, оппортунистическая часть партии, и Жюль Гед, который возглавлял Джерондо. И вот, Ленин пишет, товарищ рабочий, учитесь на примере всей жизни Жюля Геда, за исключением его измены, в 2014 году. И такая измена была у всех лидеров социал-демократических партий, кроме, так сказать, вот одного человека, Карл Липкнис, в Германии поднял руку против военных кредитов, пошёл на каторгу. И наши товарищи большевики у себя в Думе проголосовали против военных кредитов и пошли на свежий воздух в Сибирь. А все остальные предали, поэтому я думаю, что предательство распространено так широко, что вот надо быть наивными людьми, думать, что вот этого опасности у нас нет. Вот такое впечатление было на волне успехов социалистических, хотя постоянно были классовые враги, боролись врагами, что всё, у нас врагов нет, всё хорошо, и как только вот такой настрой победил при Хрущёве, всё поехало назад. А все остальные лишь продолжали Хрущёвскую эту разрушительную, контрреволюционную, антисоциалистическую, антигуманистическую линию. Она и должна была уничтожить, советская СССР, она уничтожила, если с ней должным образом не бороться. А знаете, какая мысль у меня возникла? В своё время Иосиф Виссарионович обратился к товарищам, что вы как слепые котята. Разрешите, Николай Викторович, я тогда воспроизведу эту цитату точно. Эту цитату на самом деле мы знаем в пересказе Никиты Сергеевича Хрущёва. Он приводит её в секретном, так называемом секретном докладе, 20-му съезду КПСС. А Сталин говорил членам Политбюро следующее. «Вы слепцы, котята, что же будет без меня? Погибнет страна, потому что вы не можете распознать врагов». Спасибо, Андрей Леонидович, за цитату. Я продолжу мысль. Сталин сказал, и сложно с этим спорить, но тем не менее именно Сталин не заметил Хрущёва, при котором Советский Союз потерял, а вернее даже, я соглашусь с вашей точки зрения, была произведена подмена понятий и целей движения Советского Союза, который через очень небольшой промежуток времени, ведь буквально несколько десятилетий, жизнь одного поколения, Советский Союз был уничтожен. Получается, что даже наиболее проницательный, толковый, умный, безусловно, талантливый во всех отношениях руководитель Советского Союза, такой, как Сталин, не разглядел предателя Хрущёва. А вы думаете, это так просто разглядеть? Тем более, что сам товарищ Хрущёв в 30-е годы выступал не только в роли одного из наиболее кровавых сталинских опричников, но и с неподдельной страстностью клемил троцкиск-казиновьевских извергов, то есть тех самых людей, которых он потом объявит жертвами сталинского произвола. И давайте послушаем голос Никиты Сергеевича Хрущёва из далёкого 1937 года. Товарищи, родские стызиновьевцы, которые являются прямыми рогами рабочего класса трудящихся, докатились до того, что они объединились, объединились с фашистами, объединились со всей нечистью, которая злобствует против первого советского государства, где господствует труд, где господствует рабочий класс. Дело в том, что Хрущёв, как человек, достаточно хитрый, а хитрость, как известно, не ум. И хитрость – это второй ум. Нет, хитрость, как Гегель говорит. Говорит народ. А Гегель говорит, что есть глупость, хитрость и ум. Поэтому можно считать, что хитрость – это низшая степень ума, а можно считать, что это высшая степень глупости, что мы видим по судьбе Горбачёва. Кому он нужен? Никому. День рождения отмечал в Англии. Позорище. Был Малиновский предатель, который активную деятельность развивал как представитель большевиков в Дуне. Но он был всё-таки не идейный предатель, он был агентом царской охранки. Мне кажется, это немножко другая история. Но его Ленин тоже не разглядел. А дело в том, что люди ведь сначала не показывают себя ни в чём, не проявляют, а потом вдруг проявляют. Хотя вот при Сталине уже один эпизод был в отношении Хрущёва. Он вдруг выступил в «Правде» с большой статьёй. Это уже когда Сталина был очень старый, а Хрущёв уже был в Центральном комитете. Он же делал доклад об уставе на 19-м съезде. Единственный съезд, кстати, стенограммы которого нету. Вот и гласность. Так и нет стенограммы 19-го съезда. Все остальные есть, а это и нет. И вот этот самый Хрущёв написал, что в развитии села, что надо соединять посёлки, надо разные деревни убирать и делать хорошие посёлки и так далее. И расписал такую большую-большую статью в «Правде». А Сталин сказал, что это безобразная статья, что вы вместо того, чтобы развивать производство, которое потребует, соответственно, и развития жилья, и развития других вещей, сельскохозяйственного, вы пошли вообще в прямо противоположную сторону. Начали с потребления, а не с производства. Хрущёв по этому поводу жалобное покаянное письмо написал, оно есть в собрании, сочинение Сталина вот в этих последних томах. «Покаянное письмо, вы, товарищ Сталин, вы абсолютно правы, я не был абсолютно неправ». То есть, это вот позиция затаившегося под лица, под Халима. Вот тут он себя обнаружил. А в других местах, а как он себя обнаружил? Он же присутствовал, так сказать, выполнял то, что делается до поры до времени. Мы знаем, даже есть такой термин, как «спящие». Даже если люди только сейчас, так сказать, собираются где-то выступить, они могут 10-15 лет не выступать, вот и ждали, и ждали, видимо, с перси Сталина. И как только Сталин умер, всё пошло наоборот. Уничтожали плановое хозяйство. Не в 65-м году, в 56-м году уже начали разрушать систему машино-тракторных станций, которая обеспечивала подчинение производству общественным интересам в масштабах народного хозяйства. То есть, это было сделано ещё до 22-го съезда, после клеветнического доклада Хрущёва. Если человек делает такой клеветнический доклад, ну, хорошо, он такой-сякой, негодяй. А как люди тогда выслушивают такое? Как вы до этого хвалили Сталина, Сталин великий? Или это полностью подобранный съезд? Я думаю, что после того, как застрелили Берию, после этого съезд подбирал уже Хрущёв. Так что это не само так получается. Михаил Васильевич, ну, я абсолютно с вами согласен, что в момент 20-го съезда КПСС среди делегатов съезда убеждённых открытых сторонников Сталина не нашлось. И Сталин, хотя и обмешурился с Никитой Сергеевичем Хрущёвым, а такое с ним бывало, он понимал ситуацию стратегически правильно, но иной раз допускал тактические ошибки. Самый яркий пример – 22 июня 1941 года. Сталин понимал, что англо-саксонский мир заинтересован в том, чтобы столкнуть национал-социалистическую Германию с Советским Союзом, и поэтому очень недоверчиво относился ко многим сигналам о том, что гитлеровская Германия готовится напасть на СССР. Но тактически, конечно, была совершена оплошность. 22 июня гитлеровские войска перешли государственную границу нашей страны. И точно так же тактически Сталин совершил ошибку. Он не разглядел Хрущёва с товарищами, но стратегически он понимал ситуацию правильно. Энвер Ходжа, прежний лидер албанских коммунистов, в своей книге «Хрущёвцы» приводит слова ещё более страшные, чем те, которые мы сегодня вспоминали. Слова Сталина, обращённые к членам ЦК КПСС. «После меня вы продадите Советский Союз». Конец цитаты. То есть сам Сталин понимал, что в партийной среде вызревают такие тенденции, которые ставят под угрозу само существование социалистического государства. Никоим образом не пытаясь встать на сторону Хрущёва, который мне абсолютно отвратителен, справедливости ради хотел бы, может быть, немножко защитить делегатов 20-го съезда партии, на котором он произнёс свой лживый доклад. Всё было организовано так, что люди возмутиться, по сути, не могли. Дело в том, что доклад читался за рамками съезда. Нет-нет, не так. Николай Ильич, я так считал почти всю жизнь сознательно, как вот вы сейчас сказали. А у меня дома материалы лежат 20-го съезда. Я полез на шкаф, достал и посмотрел. Это было закрытое заседание. После этого закрытого заседания был ещё один вопрос. Директивы по 11-летнему плану. И съезд продолжался. Поэтому он был засчитан. То есть, всё-таки в рамках съезда. В рамках съезда. Но другое, что можно сказать, что никому не дали текст. Текст дали представителям иностранных, делегациям, то есть, албанцам дали, китайцам дали, тому всему. Ни один делегат съезда этот не получил. То есть, чтобы что-то расхитековать и против чего-то выступить, ну, вы же понимаете, когда такие обвинения надо же иметь в руках хотя бы текст. Чтобы обсудить в партийной организации. Так, это возможно. Так, это возможно обсудить. Зачитано было по организации письмо. Но опубликовано было только в известиях в ЦК КПСС при Горбачёве, когда это началась, эта так называемая гласность. И вот тогда я его прочитал, этот доклад. А до этого я только знал, что он был. В «Голосоамерике» любили читать возможные цитаты из этого доклада. Михаил Васильевич, принимая Вашу поправку, с уважением относясь к Вашим знаниям, тогда опять возникает очень философский вопрос. Получается, что для строительства мощного государства, укрепления социализма и движения в том направлении, в котором Сталин вел страну, нужны исключительно Сталины, которые рождаются раз, ну, может быть, в столетие, а то и тысячелетие. Получается, тогда невозможно построить, потому что качество человеческого материала на самом верху должно быть самой высшей пробы. И даже среди сталинского политбюро, подвергнутого многократно чисткам, прошедшим Гражданскую войну, страшное горнило Великой Отечественной, выигравшим многие дипломатические баталии, разоблачившим большое количество всевозможных троцкистов, уклонистов, заговорщиков вроде Тухачевского и Блюхера, и все равно не возникло ни одного человека, хотя бы отдаленно напоминавшего Сталина по своим человеческим, политическим и умственным качествам. Получается, тогда невозможно было строить социализм, развивать Советский Союз, потому что каждый раз должен быть Сталин или Сталин плюс. Ну, у нас такого типа люди были, это был Сергей Миронович Киров, которого убили враги, как известно, это был Жданов, который здесь надорвался во время блокады, и такие люди, конечно, вот как Сталин, Киров и Жданов – это единица, и вся идеология, конечно, она по-другому вышла, если был бы Жданов. А что касается вот тех, кто остались, они сошли просто с дороги. Если мы с вами что-то строим и прекрасно понимаем, что это будут растаскивать, что это будет строительство в условиях борьбы, что нам будут мешать, что нам будут противодействовать, значит, мы будем иметь соответствующие органы, организации, настрой соответствующий. А вот это вот шапка закидательства, что, ура, мы построили. Так это вы построили, но даже любой дом, который построен, начинает разрушаться. Любой. Всё, что мы делаем, всё у нас сталкивается с сопротивлением. Вот если бы я не позанимался гегелевской философией, там говорится о том, что всякое движение имеет в себе противоположную тенденцию, всякое, и всегда идёт через сопротивление. Нет такого движения вперёд, когда не было бы обратного противоположного движения. Если мы его не видим, мы слепые. Слепые мы не в буквальном смысле, но вот в смысле общественном – слепые. Михаил Васильевич, мне очень приятно видеть вас, гегельянца, потому что сознаюсь, что на меня Георг Фридрих Вильгельм Гегель тоже оказал большое влияние. И я, честно говоря, считаю, что развитие идёт по гегелевской триаде – тезис, антитезис, синтез. Но применительно к событиям революции в нашей стране, с моей точки зрения, тезис – это Российская империя. Антитезис – это революционные события 1917 года, начиная с февральской буржуазно-демократической революции. Но уже с первых лет советской власти, как это ни парадоксально, начинается процесс синтеза. Страшно сказать в присутствии Николая Викторовича, да, наверное, и Михаила Васильевича, что Лев Давыдович Троцкий, оказавшись на посту председателя Реввоенсовета Республики и нарком Военмора, восстанавливая боеспособную армию, привлекая царских военных специалистов, объективно осуществлял процесс синтеза. А синтез, с моей точки зрения, это термидарианский процесс. Это не в рамках гегельской философии. Это в рамках только одной триады, которая относится к разрешению противоречия. Тезис, антитезис, синтезис. А развитие, как движение низшего к высшему, простого к сложному, предполагает борьбу двух противоположных тенденций. Одна тенденция – движение низшего к высшему. Вот мы сейчас с вами развиваемся же? Да. Ну, вы, наверное, понимаете, что сколько бы мы с вами ни развивались, у нас есть все и процессы. Про вас не буду говорить, про себя. У меня есть процесс старения. И он известно, чем заканчивается. Иначе понимать развитие нельзя. Поэтому, если речь идет об обществе, каждый человек отдельный, конечен и не вечен, а общество бесконечно и вечно. А сущность человека общественная. Если мы в развитии, в главу угла ставим общественную сущность и движемся в соответствии с этой общественной сущностью, то люди одни делают героические поступки, одни более теоретически подходят, другие менее, одни более практичные, другие менее нетеоретичные. Есть просто рабочие, которые делают, а другие добывают хлеб. А в целом получается развитие общества. Но в этом развитии общества есть противоположные тенденции. Дома разрушаются, построены. Всё сделанное стареет и так далее. Если вот этого не видеть, а если всё время говорить, вот у нас есть то, мы сделали то, ну и что больше сделали? Угля. Сделали больше стали. А сокращение рабочего времени уже не шло давно. Люди не имеют пространства для развития. Потому что в нерабочее время и свободное время сильно отличаются. В нерабочее время немного. Там мы спим, болеем, ездим в транспорте, занимаемся борьбой с инфекциями и так далее. А что касается развития, это узкий очень кусочек. И мы в этом отношении, с точки зрения сокращения рабочего дня, Ленин говорил до 6 часов, программу записался, Сталин говорил, и до 5 им должны дойти. А у нас война, восстановление. То есть так сложилось. Не мы в этом виноваты. В этом виноваты исторические обстоятельства. То есть возможностей для развития широким массам трудящихся не так и много было. Хотя вот благодаря радио люди развивались. А сейчас благодаря, так сказать, средствам массовой информации они не развиваются, а деградируют. И при этом Хрущев как раз и предложил вместо общественных целей, цели исключительно и сугубо индивидуальные. Потребление каждого человека. В итоге вот развитый социализм при Брежневе мы помним как прекрасное время нашего детства, но в то же время у кого-то был автомобиль, у кого-то были джинсы, у кого-то были кроссовки, а у кого-то всего этого не было. И уже вот этого единства народа, мне кажется, и не хватило в тот момент, когда встал вопрос о существовании самого государства. Все решили подождать и посмотреть, чем это кончится. И сама эта идея развита социально, ублюдочная. Поэтому я вот как-то был в Белоруссии, ну, неизвестной широко, в Гомеле. И просыпаюсь, беру газету, там написано, мы вступили в этап спелого социализма. Ну, я так и представил, сейчас он упадет и сгниет. Развитой по-белорусски спелый, да? Спелый социализм. Слушайте, великомогуч белорусский язык. И сразу мне стало понятно. Поэтому я, например, говорю, что писать надо развитого социализма. Мы вступили в этап разве-то социализма. То есть разве-то социализм. Или, как народ шутил, что развитой социализм. Это такая высокая стадия социализма, когда еще без денег ничего не дают, но и за деньги уже купить ничего нельзя. Интересная шутка. Это с одной стороны анекдот. Я, например, был перед большой проблемой. Я к тому времени уже Ленина целиком прочитал и видел, что это полная глупость. Но что я не пытался где-нибудь опубликовать, никак не проходило. Поэтому можно было что-то здесь сделать, только если поставить вопрос именно развития. А если вы берете развитие, то это движение низшего к высшему, простого к сложному. Вот вся на уголоке Гегеля это движение от простой категории, через эти вот моменты, о которых вы говорили, это моменты всякого движения, тезис-антитезис, синтезис. Но там же это повторяется, есть бытие, сущность, понятие. Михаил Васильевич, а я вот сейчас понял, почему вашу работу не публиковали. Почему это не публиковали? Не сразу публиковали. Но сейчас-то публикуют, когда всё... И тогда публиковали не сразу. Не сразу. Не сразу. Ну, тогда я скажу осторожней. У меня на год задержали книжку о противоречиях. Причём написали мне обвинение. Причём Михлин такой, Ефим Ильич, главного редактора издательства Санкт-Петербургского университета, написал, что она против программы партии и против социализма. То есть, так я понял, меня надо исключить из партии и поставить в тюрьму. Но я к тому времени уже истину такую понял, что надо не только предполагать, а ожидать, что на тебя нападут. И я уже был готов. Я сказал, а кто такой Михлин? А вы, говорит, что не знаете главного редактора? Почему не знаю? Знаю, он зам главного редактора. Так он у вас сейчас же в отпуске. Ну и что? Ну хорошо, напишите. Напишите подпись, пусть будет подпись. Пусть сделает заместитель зам главного редактора. Девочка пошла, принесла, написала. Я говорю, да, читать не буду. Он сейчас на общественных началах. Меня Советская Россия научила газета, как действовать с негодяями. Значит, порядочные люди относятся к негодяям, как к порядочным людям. Этого не надо делать. К порядочным людям надо относиться, как к порядочным. А к негодяям – как к негодяям. И всё будет хорошо. И тогда дела у меня пошли. Но тут опять возникает философский вопрос, как отличить вторых от первых, а первых от вторых. Ведь вы можете подразумевать, что человек порядочный. И я думаю, что в жизненном опыте каждого человека были такие ситуации, а потом этот порядочный человек оказывался порядочным мерзавцем. А вот я только что вас послушал сегодня, вы линию очень чёткую проводите, что если у человека главное потребление, то он ничем от свиньи, в общем-то, и не отличается. А если у человека главное – это демонстративное потребление, не просто потреблять в тихую. А когда человек хочет потреблять на виду, чтобы все видели. Какой он богатый, так сколько у него много, как он здорово потребляет. Вот что это всё. Это и до революции, между прочим, бывало. Когда купчик пьяный идёт из трактира, и дорогу перед собой устилает блинами. Шампанское, лошадя. Ну, всё это было, конечно. Но это человеческое тщеславие, мне кажется. Но это какая черта человека? Отрицательная. Михаил Васильевич, я хотел бы вернуть нашу дискуссию в её начало, когда мы говорили об идеалах, о стремлении к ним, о том, что идеалы были заменены в Советском Союзе во время выступления Хрущёва на 22-м съезде КПСС. Всё-таки с вашей точки зрения, и с вашей точки зрения, Андрей Леонидович, когда Советский Союз был всё-таки ближе всего к идеалам. Я отвечу однозначно. Ближе всего к своему социальному идеалу, как это ни парадоксально, Советский Союз был в годы Великой Отечественной войны, когда люди из всех союзных республик отдавали свою жизнь за Родину. Да, жизнь в блокадном Ленинграде была ужасна. Мои ближайшие родственники погибли в осаждённом Ленинграде. Да, на фронтах Великой Отечественной войны тоже жизнь была ужасной. Батюшка мой воевал с 1941 по 1945 год с перерывом на ранение в 1942 году. У него произошла остановка сердца на операционном столе. У него не было значительной части лёгкого. И он поэтому очень не любил, что бы то ни было о войне рассказывать. Это настолько страшные воспоминания. Это холод, голод, постоянный страх смерти. Но ещё, о чём многие забывают, это постоянный, сопровождавший наших бойцов запах тления, разлагающийся человеческой плоти. Ну так вы и так нас запугаете, скажете, что вот и был идеал такой. И тем не менее… Я всё-таки думаю, что вот в этом процессе, который вы в этом историческом процессе, идеалом было вот это мужество в борьбе за интересы общества, за интересы народа, за интересы рабочего класса трудящихся. Вот это мужество и ярко высветилось в войну. А разве оно не высветилось при восстановлении народного хозяйства? А вспомним денежную реформу. Как она была… За неделю поменяли все деньги. У тех, у кого было много денег, у них стало меньше. У кого было мало денег, стало чуть-чуть больше. Мгновенно. И страна зажила раньше, чем все другие государства. То есть, пока вот до 20-го съезда движение вперёд соответствовало идеалам движения от социализма к коммунизму. А с 20-го съезда, когда Сталин, который был во главе этого всего процесса, и реально этим процессом руководил, и, собственно, и был ориентиром для многих и примером, если вы убрали с пьедестала Сталина, потом убрали Ленина, ну и потом вообще ничего не осталось. Россия не имеет вообще никакого идеала, вот отсюда и пошло это разложение. Поэтому я думаю, что этот идеал у нас сохранялся до 20-го света. Поэтому страшное его значение. Он эти идеалы растоптал. Дескать, вот вы всегда за это боролись, и вы делали неправильно. И не за то тогда воевали. У меня тоже дед здесь под Малакси лежит, могила политрукома был. Отец под Сталинградом воевал, инвалид пришёл на костылях. За что люди воевали? Во главе со Сталином. И того человека, с которым вместе они воедино сторожались, его затоптали, растоптали. Причём кто затоптал? Затоптал съезд партии. Страшное дело сделали. То есть, это страшные враги. Враги народа. Вот они, враги народа. Одних врагов народа сумел различить, товарищ Сталин, других. Трудно их различить. Они же подделываются под друзей народа. Постоянно. Михаил Васильевич, я не буду тут с вами спорить. Более того, хочу напомнить нашим радиослушателям знаменитые слова Стефана Цвейга. «Внутренняя мощь всякого верования, всякого мировоззрения оказывается надломленной в тот момент, когда оно отрекается от безусловности своих прав, от своей непогрешимости». Конец цитаты. На 20-м съезде КПСС Никита Сергеевич Хрущёв, представив прежнего главу партии как преступника, естественно, отказался от непогрешимости социального идеала. А дальше, когда социальный идеал был разрушен, оставалось лишь только ждать того времени, когда рухнет и само государство, выстроенное на основе этого социального идеала. Ну, а социальный идеал-то остался. Мы с вами этот социальный идеал тут представляем. Поэтому он никуда не делся, социальный идеал. Он рухнул как некое массовое явление. Но сейчас этого идеала всё-таки нет. Сегодня идеалом нашем обществе, к сожалению, является ещё более гипертрофированная хрущёвская идея о потреблении. Так это в массовом порядке. А люди-то, которые верны этому идеалу, развитие всех сильных обществ, их разве нет? Разве они тут не представлены? Я думаю, для идеала много людей не надо. Хорошо бы, чтобы это были все люди такие. Но для идеала этого достаточно. Потому, что это идея. Идея, даже если она одна и в одной голове, она никуда не денется. И она всё равно, когда она владеет массами, станет материальной силой. Поэтому надо над этим работать. Согласен. Ну, что ж. Значит, от идеалов скотского потребления надо переходить к идеалам более высокого порядка. Да. И стоит отметить, что, к сожалению, в сегодняшней нашей российской действительности нам этих самых идеалов, этих самых целей, целеполагания не хватает. Ведь до сих пор чётко не сформулировано, куда мы идём, что мы хотим получить в итоге. И тогда возникает вопрос, а зачем? Ну, вот я приведу такой самый, может быть, гипертрофированный пример. Любой присутствующий согласен, что Россия единая и неделимая. Для нас это является не требующей доказательств истины. Ну, а если поставить вопрос такой, а зачем? Может быть, будет лучше, если она разделится на 80 тысяч независимых маленьких княжес, как хотели бы в ЦРУ. И вот здесь чёткого, ясного ответа, почему должно быть так, как мы считаем, до сих пор не сформулировано. И это действительно большая проблема. Я бы с этим согласился, во-первых. Во-вторых, ещё обратил бы внимание на то, что во времена Ельцина был заключён так называемый федеративный договор. То есть, это фикция. Какой федеративный договор? И, между прочим, были уставные суды сделаны. Вот у нас был уставной суд областной, уставной суд Садпетербурга. Пока не поняли, что надо закрыть его и перестать платить денежки. Там по 60 миллионов в год он сидел, тратили, которые определяли, что в уставе написано, как будто мы безграмотные люди, мы не можем сами прочитать. Если есть уставные суды, они выполняют роль конституционного органа в каждом соответствующем субъекте. А что такое федеративный договор, который до сих пор ещё существует? Когда-то Смоленская область заключила федеративный договор с Тамбовской областью, где я родился. Я не знаю, как он заключался, кто его заключал. А ведь если есть этот договор, его же можно и расторгнуть. Да вот надо его динонсировать, этот договор. Нет, это я к тому, что если Смоленская область договорилась с Тамбовской область о каком-то совместном существовании, то не дай бог, вдруг кому-то придёт в голову, как это пришло в Советском Союзе, расторгнуть это. Но, к счастью, в нашей Конституции права на выход, в отличие от Конституции Советского Союза, нет. Но я хочу сказать, что несмотря на конституционную реформу, в первой главе есть упоминание о субъектах Федерации, где в скобочках написано «государство». Это единственное место в нашей Конституции, и оно до сих пор не исключено. То есть, бомба пока не обезврежена. Уважаемые коллеги, возможно, вы помните такого депутата Ленсовета 21-го созыва, ну, впоследствии Петросовета, Геннадия Александровича Кравченко, который один написал едва ли не треть всех депутатских запросов этого демократического органа, который не давал жить городской власти спокойно. Для Геннадия Александровича Кравченко самый болезненный вопрос, когда же начался распад Советского Союза. С этим вопросом он обращался и ко мне. И я ему сказал страшную вещь, но логически ее опровергнуть невозможно. Как с момента рождения человек движется к смерти, так и Советский Союз с момента своего создания двигался к распаду. На мой взгляд, конструктивный дефект был заложен тогда, когда победил не сталинский план автономизации, а ленинская идея создания Союза Советских Социалистических Республик. Можно сказать, Андрей Леонидович, вы не правы, а я на это отвечу старинной формулой советской политграмоты. «Практика критерий истины». А я вам скажу больше, что вы не правы в самой постановке вопроса. Не распался Советский Союз. Его уничтожали снаружи, где силы гораздо больше, чем у нас у всего Советского Союза, у капиталистического мира. И изнутри которых тоже было очень много. И он не распался. А если люди плохо борются за то, что зародившиеся, так сказать, новое детище, и неумно борются, а это произошло уже в 50-е годы, вот тогда он умирает. Умирает то, что нарушает законы жизни. А законы жизни – это законы борьбы. Даже в мире животных тот, кто не борется, тот пропадает, его съедают. Слабых съедают. И Сталин, когда говорил, что вот у нас осталось 10 лет для подготовки к войне, говорит, он не готовился. Готовился. 10 лет. И мы задержим за 10 лет пробежать столько, сколько другие страны пробежали за 100 лет. Иначе нас сомнут. И вот это чувство, что нас могут смять, оно, это вот чувство, не должно было нас покидать. Мы, даже если бы мы представляли собой большую часть мира, всё равно, если бы мы в этом отношении расслабились, и думали, что теперь не борьба, так сказать, за идеал поведёт вперёд, а само будет это всё получаться в процессе потребления, я думаю, мы бы так же погибли. И тем не менее, возвращаясь к тезису практика критерий истины, после Великой Отечественной войны Карелло-Финская ССР была превращена в Карелло-Финскую АССР. И страшно подумать, где бы сейчас проходила государственная граница, если бы этого возвращения к плану автономизации не произошло. Потому что классовые интересы выше национальных, кроме всего прочего. Есть разные принципы, и их, между прочим, тоже нужно сопоставлять, потому что вопрос о государстве, о его безопасности, он выше, чем интересы отдельных малых наций. А малые нации, ещё Ленин говорил, они очень часто проявляют свой эгоизм. Эгоизм малых наций очень много навредил человеческой истории. Ну, я думаю, что мы должны сформулировать этот новый идеал российского общества, позаимствовать всё лучшее, что было в предыдущем нашем идеале. Безусловно, дополнить его идеалом имперской России, а ведь там тоже был идеал, и мы тоже несколько столетий, вполне себе успешно шли до тех пор, пока февральские предатели не обрушили Российскую империю. Поэтому философский лад в нашей беседе, уважаемые коллеги, мне кажется, и жит быть не может. Всё время какие-то выросшие внутри империи или Советского Союза предатели останавливают наше движение к идеалу. И наоборот, и в то же время всё то, что добыто в более ранние или более поздние времена на пути движения вперёд к полному коммунизму, все входят в его содержание. В снятом виде, как бы сказал Гегель. Уважаемые коллеги, мне кажется, что дискуссия, которую мы начали сегодня, настолько интересна и многопланова, что я смелюсь предложить вам её продолжить. И, как знать, может быть, мы создадим в эти памятные августовские дни радиосериал, посвящённый величайшей геополитической катастрофе XX века разрушению Союза СССР. Нет возражений продолжить этот разговор? Продолжение принимается. Да, я согласен. Время, отпущенное Петербургскому историческому клубу в эфире Радио Петербург, подошло к концу. Мне остаётся лишь напомнить, что сегодня участниками нашего заседания были доктор философских наук и кандидат экономических наук Михаил Васильевич Попов и известный политический публицист Николай Викторович Стариков. Ну, а вёл эту передачу как всегда председатель Петербургского исторического клуба, директор Института Востоковедения РГПУ имени Герцена Андрей Леонидович